Здравствуйте, друзья! С вами Вадим Прятко, Анатолий Петрук и в преддверии конца пастбищного сезона мы хотели бы поднять такую важную тему, как дегельминтизация скота или, проще говоря, обработка скота против глистов. На протяжении всего пастбищного периода наши коровы неминуемо заражаются гельминтами разных видов. Откуда такая уверенность, спросите вы? Я отвечу. Если бы мы сделали капрологический анализ своему скоту, будь то корова, телка или бычок, то непременно нашли бы яйца гельминтов в кале животных. Проблема в том, что не всем доступны такие лаборатории, которые могли бы квалифицированно и честно провести такой анализ. Хотя сам по себе такой анализ несложный, требующий недорогих реактивов, микроскопа, ну и, конечно, опыта лаборанта. Но даже без индивидуального анализа кала вашей коровы, я могу с уверенностью сказать, что гельминты присутствуют там, потому что сами по себе гельминты очень широко распространены в природе. И в доказательстве этого давайте обратимся к недавним исследованиям, которые провели швейцарцы в Украине. Итак, они исследовали 29 молочных ферм, 6 фермерских хозяйств и 256 частных дворов. Касательно круглых червей, то диктиокаулами или легочными червями было поражено от 17 до 48% животных. Что касается стронгилят, тоже круглые черви желудочно-кишечного тракта, от 7,8 до 100% животных. Также есть бальная система оценки риска заражения вашего скота. Система оценивает состояние хозяйства, интенсивность содержания, плотность поголовья, пастбище. Какими гельминтами чаще всего заражаются наши животные на пастбище и в хлевах? Прежде всего это плоские черви или трематоды. Это печеночный сосальщик или фасциологепатика, фасциологигантика в южных областях. В народе ее называют мотылыцем. А также дикроцелия, дикроцелия ланциатум, который еще называют малым печеночным сосальщиком из-за его меньшей величины по сравнению с фасциолой гепатикой. Эти гельминты вызывают такие заболевания, как фасциолиоз и дикроцелиоз. Эти паразиты локализируются в печени, заполняют желчные ходы и наносят большой ущерб здоровью и продуктивности животного. Также плоские черви, вызывающие парафистоматоз, они локализируются на слизистой рубца, сетке, сычуга и тонкого кишечника. Подсчитано, что при поражении животных трематодами или плоскими червями, о которых идет речь, молочная продуктивность снижается на 30%, падает жирность молока, а также уровень белка. Нередко молоко начинает горчить и меняет свое качество при хранении и переработке. Из круглых червей или нематод прежде всего следует выделить диктиокаул, вызывающих заболевание диктиокаулез. Проявляется это с такими симптомами, как развитие пневмонии, навязчивого кашля. Молодые животные более тяжело болеют этим заболеванием. Взрослые животные, коровы также могут приобретать навязчивый сухой кашель, который не поддается лечению антибиотиками. Также кишечные нематоды, например, трихулисы, стронгиляты, гемонхус, кооперия, трихостронгилюс и другие. Учеными подсчитано, что при поражении животных круглыми червями или нематодами снижается молочная продуктивность на 1,5-2 литра в сутки. Также снижаются суточные привесы на 250-350 грамм. К тому же все гельминты в зависимости от степени их инвазии, то есть количества их в организме, угнетают иммунитет, вызывают поносы или наоборот запоры, атонию перед желудком. Ухудшается аппетит и потребление сухого вещества корма, а также увеличивается количество соматических клеток в молоке. Гельминты повреждают слизистые оболочки пищеварительного тракта, нарушая ферментацию и усвояемость питательных веществ. Паразиты могут вызывать аборты и даже гибель молодых или ослабленных животных. Что касается промышленных молочных ферм, то следует отметить, что даже фермы, которые находятся на круглогодичном использовании консервированных кормов, силосов, сеножей, которые не используют в своих рационах зеленой массы, да, действительно, у них очень низкий риск или фактически отсутствует риск поражения трематодами или плоскими червями. Но существует риск поражения круглыми червями или хлебными этими червями, которые распространены обычно в сараях. И особенно подвержен этому молодняк. Поэтому периодически нужно проводить капрологические исследования и по их результатам, по потребности проводить дегельминтизацию. Итак, что же делать с паразитами? Прежде всего, после постановки животных на стойло и начала кормления рационом зимнего периода, нужно отобрать кал и отослать его в лабораторию для капрологических исследований, если, конечно, такая возможность имеется. Также не лишним по результатам капрологических исследований нужно принять решение, нужно проводить дегельминтизацию или нет. Если же возможности отправить в лабораторию нет, то мы проводим плановую профилактическую дегельминтизацию. Также не лишним будет узнать у местного врача или у местной районной лечебницы ветеринарной, какие гельминты распространены именно в вашем районе. Потому что в мире много, огромное количество различных гельминтов, и специфичность действия препаратов тоже разная. Поэтому оптимально будет подобрать препарат под те гельминты, которые распространены в вашем районе. Если вы сделали анализы и знаете, какие именно гельминты паразитируют ваших животных, вы можете подобрать препараты узкого спектра действия, направленные именно на эти гельминтов. Если же вы делаете профилактическую дегельминтизацию без анализов, вам следует выбирать препараты широкого спектра действия или комплексные препараты. Нам будет 2-3 активно действующих вещества, чтобы захватить весь спектр гельминтов. И плоских червей, и круглых червей, и цистот. Именно такие препараты в своей линейке ангельминтиков имеет компания Бровофарма. Это Трематозол, Камбитрем, Рафензол, Броватриол, Клозофен и Бровальзен Эмульсия. Давайте поподробнее поговорим о самих препаратах и технике их использования. Камбитрем содержит 2 ангельминтика – триклабендозол и альбендозол, действие которых направлено на половозрелые и личиночные формы печеночных листов, также на все виды нематод. Гельминты погибают уже через несколько часов после введения препарата. Препарат выпускается в порошке и эмульсии. Камбитрем-порошок дозируется из расчета 1 грамм на 10 килограмм веса крупному рогатому скоту и 0,75 грамм на 10 килограмм веса овцам и козам. Камбитрем-эмульсия дозировка такая же, только заливается орально. Хочется отметить, что для дегельминтизации коровы флакона 50 мл, как правило, хватает на одну обработку. Как и все ангельминтики, дается одноразово, утром до первого кормления, желательно в индивидуальном порядке. Убой животных и потребление мяса разрешено через 14 суток, а молоко через 2 суток после применения препарата. Препарат нельзя давать в первую треть беременности овцематкам в период паровки и в первый месяц после выведения баранов и сатары. Трематозол содержит 2 ангельминтика – оксиклозанит и перантелопомоат. Имеет похожее действие и технику применения, как и комбитрем, только разница в том, что он выпускается только в виде эмульс. Препарат разрешен для проведения дегельминтизации лактирующим животным, так как активно действующее вещество препарата выводится с молоком в очень незначительных количествах – меньше 0,1%. Дозировка и каранция на мясо такая же, как и в комбитреме, а вот на молоко всего одни сутки. Рафензол содержит 2 ангельминтика – рафоксонит и фенбендозол. Состав рафензола, кроме гельминтов, против которых направлены первые 2 препарата, охватывает еще парамфистоматит, вызывающих заболевание парамфистоматоз. Рафензол выпускается в виде эмульсии и задается коровам одноразово в дозе 1 г на 10 кг, при парафистоматозе и 0,75 г на 10 кг, при фасциолезе и дикроцелиозе. Убойное мясо разрешается через 28 суток, а в молоковую пищу – через 7. Нельзя применять в последний месяц беременности и животным с дистонением переджелудков. Броватриол содержит 3 ангельминтика – трикломбендозол, альбендозол и празиквантел. Он, как и комбитрям и трематозол, используется для комплекса дегельминтизации в дозе 1 таблетка на 40 кг веса животного. Ограничения по мясу и молоку такие же, как у комбитрямов. Клозофен содержит 2 ангельминтика – оксиклозанит и фенбендозол. Дают одноразово по общим принципам дозировки 1 таблетка весом 5 г на 150-200 кг живого веса. Каренция на мясо и молоко аналогична и комбитрям. Следует отметить, что периодически нужно проводить ротацию ангельминтиков, то есть смену препаратов при очередных обработках. Для чего это делается? Для того, чтобы снизить риск привыкания паразитов к препаратам. Друзья, проводите осеннюю профилактическую дегельминтизацию. Берегите здоровье и продуктивность ваших животных. До свидания.